Сегодняшняя тема. В наше неспокойное время руки нужно мыть как можно чаще или протирать их антисептиком, если к воде невозможно пробраться, это факт. Но, не забывая о тщательном мытье, пальчик за пальчиком и о пространстве между ними не забываем, не включай кипяток и не пользуйся электрическими сушилками, берем бумажные полотенца. А после процедуры обязательно обрабатывай кожу увлажняющим, в теплое время года, или питательным кремом, в холода. В особенно морозные деньки можно брать кальт-крем продуктом, запечатывающим влагу в коже и не дающим ей покидать кожу. А летом желательно брать средства с SPF, они отсрочат появление пигментных пятен. Важно и то, чем ты моешь руки, тебе не нужно антибактериальное мыло, если ты, конечно, не находишься в постоянном контакте с зараженными людьми. Таким пользуются в медицинских учреждениях. Конечно, это мегаактивный борец с различными вирусами, с большинством из них простые смертные, не врачи, не встречаются в течение дня, но негативно влияющие на кожу рук, привет шелушениям. Для домашнего ухода можно остановиться на средстве для мытья с ухаживающими компонентами. Не забывай о перчатках ни на улице в холодный сезон, ни во время уборки и мытья посуды, химикаты безжалостны к коже, ни во время работы в саду. Перед всеми этими действиями полезно будет нанести на кожу бальзам с пантенолом и витамином, он создаст дополнительный защитный барьер от неблагоприятных факторов среды и химических формул. Кутикула и ногти тоже нуждаются в уходе. Можно использовать средства на основе воска, они укрепляют ногти и спасают кожу от сухости. Кстати, еще несколько важных рекомендаций по уходу за кожей в видео, да, маски существуют не только для волос и кожи, но и для рук. Если есть время и желание, то используй маску с витаминами, цинком и кальцием в составе 1-2 раза в неделю, нанеси средство вечером на 20 минут, затем смой теплой водой. Эффективные антивозрастные средства. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.